Западно-русский язык – официальный письменно-литературный язык Великого княжества литовского с XIV века по 1696 год. В его основу легли западно-русские народные диалекты древнерусского языка, а также элементы церковно-славянского и пульского языков. В связи с этим устная речь славянского населения Великого княжества литовского отличались от письменного языка. В качестве самоназвания использовались термины «русский язык», «русскомова», «литовскомова» или «простамова». В историографии письменный язык Великого княжества литовского фигурирует под разными названиями в России. Западно-русский язык – старобелорусский язык в Белоруссии, старобелорусский язык на Украине, староукраинский язык в Литве, русинский язык, канцелярный язык восточных славян в Польше, русский язык в западно-европейской литературе, рутенский язык. Описание. Литературный язык Великого княжества Литовского сложился в актовой письменности на основе белорусских говоров вокруг Вильны или центральных районов современной Белоруссии. Стоит при этом отметить, что в наиболее ранних актовых записях Великого княжества Литовского, относящихся к 14 и минус 15 вв, преобладают диалектные черты украинского типа, но уже к концу 15 вв они сменяются белорусскими в 16 и минус 17 вв. Западно-русский язык характеризовался наибольшим разнообразием функций и сфер использования. Это письменный язык этнического большинства Великого княжества Литовское, язык закона, судопроизводство Великокняжеской канцелярии. На западно-русском письменном языке существовала значительная светская литература, а с середины 16 вв и текст СВ. Писание. После объединения Великого княжества Литовского с королевством польским западно-русский письменный язык как деловой и литературный постепенно вытесняется польским. Следует отметить, что ассимилированные потомки переселившихся, а также вывезенных из Крыма в 14 в пленных крымских татар использовали народный западно-русский язык в качестве богослужебного. Сохранившиеся до сих пор богослужебные китабы являются ярким примером живой белорусской речи, записанной в 16 вв. Арабским письмом. В начале 19 века в профессорской среде Веленского университета существовала идея возрождения западно-русского языка. Название языка. Термин «западно-русский письменный язык» является термином российской филологии и историографии, введенном в 19 веке в Российской империи. Название «западно-русский» происходит от установившегося в российской историографии. После присоединения Великого княжества Литовского к Российской империи понятие «западная Русь» или «западно-русские земли», обозначающего земли древнерусского государства, входившие в состав Великого княжества Литовского, им противопоставляется понятие «северо-восточная Русь», ядро современного российского государства, язык который иногда называют старорусским. В российской филологии начала XX века было принято считать, что различие украинских и белорусских языковых норм незначительно, поэтому использовался обобщающий термин «западно-русский язык». В частности, такой точки зрения придерживался Николай Сергеевич Трубецкой. В ряде западных языков сейчас приняты названия также без разделения на белорусские и украинские варианты, которые называются «рутенским языком», как производная от латинизированного названия Руси «рутения». При этом, когда речь идет по смыслу о диалектах западно-русского, то украинский диалект называют просто «рутениан», а белорусский «уайт-рутениан». По мере становления современных литературных белорусского и украинского языков, в XIX веке стали употребляться понятия «старобелорусский язык» и «староукраинский язык». Термин «старобелорусский язык» был введен в научный обиход российским филологам-славистам Ефимием Карским на основании близости лексического строя западно-русского языка с народными белорусскими говорами XIX века. Как полагают Даниленко и Моисиенко, термин «западно-русский» не может считаться корректным, так как он является устаревшим, не имеет надлежащего коррелята в виде восточно-русского. Михаэль Мазер считает, что данный термин также неоднозначен, так как в некоторых классификациях фигурирует также юго-западно-русский язык. По мнению Даниэля Бунича, данный термин национализирует язык до национальной эпохи в пользу одной из современных восточнославянских наций. По мнению Ада Неленко, его употребление в советском языковедении явилось следствием оказываемого на ученых политического давления. Вопрос происхождения языка основоположником исследования происхождения западно-русского языка традиционно считают Ха Станго, который опубликовал в 1939 году обширную монографию по данному вопросу. Фактический материал, который исследователи изучают до сих пор. Вопрос происхождения западно-русского языка по-разному освещается украинскими и белорусскими лингвистами из-за спора о языковом наследии. Российские лингвисты поддерживают своих украинских и белорусских коллег по отдельным тезисам, нежели по общей концепции. Сам факт наличия научного спора, отсутствие научного консенсуса и анализ разных точек зрения наиболее полно рассмотрен в работах украинского профессора В. Мойсиенко. Поскольку преждевременно говорить о формировании национальных лингвистических школ по данному вопросу, а скорее о доминирующем мнении лингвистов по их гражданству, то данной теорией можно изложить следующим образом. Точка зрения российских лингвистов. Для многих российских лингвистов характерно считать, что украинские и белорусские диалекты западно-русского языка различались между собой несущественно и более древним является белорусский диалект. В частности, такой точки зрения придерживался создатель фонологии Эна Струбецкой, академик Залезняк, продолжая эту традицию российской филологии, также разделяет точку зрения белорусской официальной лингвистики о том, что в западно-русском языке превалировал белорусский комплекс, как оригинальный полесский вариант языка, а украинский комплекс выделился из него позднее, в XVI веке. И поэтому язык следует называть старобелорусским и не придавать большого значения выделению его украинских и белорусских диалектов. Фактически доминирующий название западно-русский язык в российской филологии без оттенка этнической принадлежности, как и само название языка русского, отражает данные традиции в российской филологии. Термин «старобелорусский» в российских источниках применяется реже лишь в тех случаях, когда по смыслу нужно акцентировать географическое и историческое место возникновения языка, точка зрения украинских лингвистов. Профессор Виктор Моисиенко, сделав обзор современных научных работ, пришел к следующим выводам. Западно-русский язык не базировался на языковых чертах одного из народов – белорусского или украинского, а был общим для обоих в период их вхождения в состав Великого княжества литовского. Русская мова, как официальный язык, возникла на почве древнерусского языка древнерусского государства и не является, таким образом, новым явлением. Из черт живого языка русская мова выбрала в себя наибольшее количество полезских особенностей, что обусловило некоторую надиалектность языка на начальном этапе его развития. С 16 века украинские языковые черты проявляются все отчетливей, что позволяет говорить о староукраинском варианте русской мовы. Белорусские языковые черты отчетливо так не проявились и слились с полезскими. В связи с этим, как отмечает Мойсиенко, с 16 века можно говорить о существовании белорусско-полезского варианта русской мовы, отчетливо противопоставленного украинскому варианту точка зрения белорусских лингвистов. Белорусские лингвисты обычно называют западнорусский язык старобелорусским, так член-корреспондент Нан Беларуси, доктор филологических наук. Профессор Ай Журавский в своем обзоре научных работ по их состоянию на 1978 год отметил. Письменности Великого княжества литовского использовался язык на белорусской диалектной основе. Ефимий Карский, придумавший в 1904 году термин «старобелорусский язык», считал, что он создан на народных белорусских говорах. Польский историк С. Кутшеба утверждал, что язык, который в старину употреблялся в королевской канцелярии и судах Великого княжества литовского, был белорусский, смешанный с церковно-славянским, внесенная членом Нан Украины Юшерехом. Поправка концепции Х. Станга о том, что основой канцелярского языка Великого княжества литовского были, прежде всего, центральные белорусские говоры. По существу, лишь в деталях дополняет соображение Х. Станга и принципиально не меняет положение. В конце XV века канцелярский язык Великого княжества литовского выступает как язык белорусский, который находится в наиболее близком отношении к белорусским гуврам около Вильно. В этом языке постепенно растворился и полоцкий тип актового языка, который раньше выступал в виде самостоятельной формы. Как можно заметить по тезисам журавского, белорусская лингвистика, в отличие от украинской, в целом настаивает на эквивалентности понятий западно-русского языка и старобелорусского, а также на более сильном влиянии народных говоров во время происхождения языка из древнерусского. История западно-русского языка Возникновение западно-русского языка в форме исходного старобелорусского варианта в XIV веке. В XIV веке западно-русский язык уже был широко распространенным языком в ВКЛ. На нем говорили и писали во всех слоях общества, в том числе, и неславянских. На нем составляли все виды светских и государственных документов. В качестве примеров можно привести договор неизвестного смоленского князя с Ригой и Годским берегом, грамоту князя Гердения, грамоты полоцкого князя Изяслава, грамоты епископа Полоцкого Иакова, грамоты у жителей Риги. В XIV в XIV в XIV в XIV частично в XIV западно-русский язык в ВКЛ был преобладающим языком в государственных, дипломатических, деловых и частных документах. Документах городского, земского, замкового делопроизводства, документации Магдебурги, магистратов, описи и ревизии имущества, списков армии Т.Д. Даже на этнических литовских землях ВКЛ на западнорусском языке была составлена большая часть документов 15-16 ВВ. Литовской метрики на этом языке составлялись официальные письма королевских канцелярий в Кракове и Варшаве, направленные в ВКЛ. Литовские статуты. На древнерусском языке вышла первая газета ВКЛ. Навы на грозная жалость Левы. Западнорусский язык признавался официальным и за рубежом позже. В 16-е фактический центр западнорусского книгопечатания находился в Вильно. Западнорусский язык был языком билетристики, публицистики, мемуаров, религиозной полемики, гамилетики о географии. На него переводились западноевропейские рыцарские романы, исторические хроники и апокрифы, распространяемые на Украине и в Белоруссии. В 16-е в Ересе обусловили проникновение элементов простого языка в тексты юридических документов и в конфессиональную литературу, а также в полемическую и художественную. На Украине в последней четверти 16-го века развивается панигерическая литература, которой прославляются подвиги светских и духовных лиц в их борьбе против иностранных завоевателей, против католицизма. После политических изменений, происходивших в ВКЛ с конца 14-е в и в течение 15-е в, началась тенденция к упадку западнорусской культуры в пользу польской и такой упадок усиливался на протяжении 16-и минус 17-е в, особенно неблагоприятным положением стало в последней четверти 16-е в, когда в Речи Посполитой набрала силу контрреформация, поскольку протестанты и православные составляли в то время основную часть западнорусского населения. Инквизиция Речи Посполитой включила много изданий на древнерусском языке. В свой кодекс запрещенных книг, полонизация вызвала отпор крупных белорусских государственных и некоторых религиозных деятелей. Начиная с публицистики, защита прав западнорусского языка переходила в практику государственного строительства. Значительной победой этой политической линии было закрепление в специальной статье устава западнорусского языка в качестве единственно разрешенного языка официальных документов, что было внесено в устав 1566 года и повторено в уставе 1588 года и даже в польском переиздании устава. Со временем, когда все больше высшего, а потом и среднего класса переходило в польскую культуру и на польский язык, использование западнорусского языка сокращалось. В середине 17 века единственным значительным издателем на западнорусском языке оставалась православная церковь. Однако, в то время даже язык текстов, написанных в православной среде, стал в попытке привлечь внимание читателя, сильно полонизированным и начал сильно отличаться не только от разговорной речи, но и от прежней западнорусской литературной традиции. Примечательно, что с 1626 вся православная антиунеадская полемика печаталась по-польски. Ко второй четверти 17 века западнорусский литературный язык вобрал большое количество польских языковых элементов, оторвался от своей народной основы и стал сильно искусственным и даже не вполне пригодным к повседневному использованию. Литературный язык этого периода после переноса Центра православного книгопечатания в Киев, уже не может считаться западнорусским в его первоначальном старобелорусском варианте. По мнению историков белорусского языкового наследия, таких как Елена Руденко, к 18 веку старобелорусский диалект перестал быть востребованным писателями. И новая белорусская литература уже была создана на основе разговорной, белорусской речи, как произошло и со староукраинским диалектом западнорусского языка. Расцвет староукраинского варианта западнорусского языка в 17 веке. Рождение жанра драмы. Начало формирования староукраинского варианта языка обычно относят к 16 веку. Первым значительным произведением на украинском варианте западнорусского языка является Пересопницкое Евангелие, на котором ныне принимают присягу президенты Украины. Пересопницкое Евангелие уникально также тем, что в нем встречаются слова, которые, предположительно, пришли из народных украинских говоров. Подлинный расцвет литературы на церковнославянском языке начинается с 17 века. Ц таких произведений, как «Гарамматки славянские правилные квентэагома», «Милетия смотрицкого» и ее анонимная сокращенная переработка. Грамматики или писательница языка. Славянский, староукраинская грамматика была нормирована. Грамматика славянская Ивана Ужевича. Существенным достижением Ужевича была стабилизация литературного стандарта страукраинского диалекта западнорусского языка с защитой его от влияния народных говоров. Так, в своей грамматике Ужевич четко разделяет письменный язык лингуа склавоника и противопоставляет лингуа популарис, то есть, устной народной речи. В начале 17 века появляются первые драматические опыты на страукраинском диалекте, вирши декламации и диалоги, на Рождество Господа Бога Памвы Беринды, автор крупнейшего лексикологического труда, лексикон Славяно-Росский. В эпоху барокко в страукраинской литературе рождается богатый драматический жанр, содержащий множество социально-бытовых сказок, песенников и комедий. В литературе происходила демократизация героя, стиля, особенно в интермедиях, многоактная комедия К. Марашевского, поставленная в Забельском Доминиканском коллегиуме. С 1647 по 1701 годы Киево-Могилянская академия опубликовала множество трудов староукраинских авторов Иоанникия Галитовского, Лазаря Барановича, Радивиловского Антония Иннокентия и Гизеля Варлаама Ясинского, Стефана Еорского, Дмитрия Туптала, Величковского Ивана Петр Могила и ДР. Киево-Могилянская академия была и центром развития драмы. Произведения этого жанра формируют особенности, присущие только староукраинскому диалекту фонетики, грамматики и лексики. В 1696 году Генеральная конфедерация сословий запретила использование западнорусского языка во всех новых документах, замещая его польским языком. Отношение запрета только к новым документам подчеркнуто Грицкевичем в Альманахе. В конце 17-ти начало 18-ти ст. Речь драм весьма существенно меняется. Староукраинский вариант языка постепенно заменяется на церковнославянский. В проповеднической литературе, в частности, включи разум от нее и у Анники Галитовского, растет количество церковнославянских заимствований в лексике. В 17-ти начале 18-ти столетий была распространена летописная литература, связанная, преимущественно, с национально-освободительной войной под руководством Б. Хмельницкого. Язык летописей неоднороден. Если «летописи» самовидца четко виден староукраинский диалект, то в более поздних летописях, в частности, увеличка, язык со значительной примесью церковнославянских слов и форм, закат западнорусского языка, поглощение культурного наследия в русский язык. 18-й век. В 1720 году, когда царь Петр I Великий утвердил указ Синода, на цападнорусским языком нависла серьезная угроза. Следующие синодальные указы от сентября 1721 года, января 1727 года и 1728 годов еще больше ограничивали деятельность киево-печорской типографии. Церковная литература того времени печаталась на церковнославянском языке, затормозилось развитие на староукраинском варианте западнорусского языка учебной и художественной литературы. Оставались только рукописи, представленные оляпками, рождественскими стихами и благодарностями странствующих, а также традиционные и деловые документы, разнообразные хозяйственные и лекарственные справочники и советчики. Печатная же литература выходила на церковнославянском языке, к 18-ти в церковнославянский язык практически вытесняет западнорусский на Украине, и украинские авторы пишут на нем свои произведения, сознательно или бессознательно, но вливаясь в общероссийский культурный контекст. Более того, за счет украинских авторов начинает развиваться русская литература. Григорий Сковорода свои философские произведения писал на русском языке, сознательно обращаясь время от времени к украинизмам от западнорусского. Профессор Брабаш приводит другие примеры того, как Гоголь переносил в русский язык словесные обороты из староукраинской драмы. В 18 веке русский язык и церковнославянский разрушают староукраинский вариант западнорусского языка, но разрушая староукраинский язык и открывая тем самым пространство для распространения на Украину русского литературного языка. Эти языки из России расещали место для создания нового украинского литературного языка уже не на искусственных церковнославянском или западнорусском языках, а на основе народных говоров, доминирующих с 16 века как разговорная речь без собственной письменности. Брукгаус и Ефрон в своем энциклопедическом словаре отмечают, что переломным моментом в переходе от староукраинской литературы на искусственном западнорусском языке к современной украинской литературе, совпадающей с разговорной речью, стало создание И.И.Д. Котлеровским в 1798 году, написанной фонетическим письмом Ярышко.